Привет! Сегодня будет влог. Я вообще не выспалась сегодня. Погода у нас такая пасмурная, ужасная. Я сейчас пойду в магазин, немножко чувствую заболеваю. Дело в том, что маршрутки ехала, вот недавно гуляла по Киеву, ехала обратно, было очень жарко. То есть просто сауна, вот сауна полнейшая. Когда маршрутка начала ехать, я поняла, что дует со всех сторон, потому что везде окна открыты. Я ведь не могу сказать, люди, блин, закройте окна, потому что меня продуют. Нет, было настолько жарко, что меня бы, наверное, туда просто вышвырнули с той маршрутки. Ехала, терпела, дотерпела из-за того, что меня теперь пообсыпало, повыскакивало всякое нехорошее на лице. Как всегда, мажу салициловой мазью, скоро пройдет. Я здесь на камере наклацала новые настройки, напишите, как вам качество. Я сижу сейчас в Юриной рубашке. Точнее, я эту рубашку ему купила, но он не хочет ее носить. Я не знаю, почему. Это Остин, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, эта рубашка у меня обошлась больше и дороже, чем 100 гривен. Фирменная. Новосеконди брала, когда мы снимали ролик на телефонах Украины. Тогда я взяла. Поэтому я вот думаю, перешивать ее или нет. Сейчас померю и покажу на себе. Вот такая она. Как видите, она довольно широкая. Я что-то наделала, что она будет поменьше. Но это же мужская рубашка. И знаете, что я думаю? Вообще ее не трогать. Качество здесь бомбезное. Здесь хлопок. Брендовая вышивка здесь есть. И я думаю, с собой ее взять на море, ходить. Просто, знаете, как накидка. В полосочку тем более. Рукав длинный. Если будет ветер, вообще замечательно. Как думаете? Люблю подворачивать рукава. Я думала сделать, знаете, обрезать. Отрезать точнее. И сделать с этой части юбку. А здесь такой, типа, топ-жакетик. Какой-то вот такой вот. Но, скорее всего, ее трогать не буду. Просто буду носить сама. Если Юра не хочет. Хорошая рубашка. Мне нужно помыть уже голову. Где-то три дня хожу. Хочу попробовать. Знаете, что? Хочу попробовать. Сейчас многие пользуются, используют. Я знаю, что можно в домашних условиях самостоятельно сделать. Может попробую и самостоятельно. Но можно пересушить кожу головы. Пилинг для кожи головы. Говорят и правда, что волосы намного дольше можно не мыть. Они чистыми остаются. Кожа головы не так жирнится. И объем появляется. И все такое. Есть на парфюмсе, по-моему, или на мейкапе. Я смотрела, не помню, какой фирмы. Есть такой пилинг. Он стоит 100 гривен. Я уже, наверное, осенью закажу. Попробую. Ну, а сегодня хочу попробовать именно самостоятельно сделать пилинг. Соды. По-моему, сода, соль, если не ошибаюсь. Нужно почитать. Может, я сниму видео на эту тему. Расскажу о своих впечатлениях и о результате. И мы будем сегодня готовить ужин. На ужин я буду делать булгур. Такое вычитала. Значит, булгур с креветками, с горошком и с чесночком. И с помидором. Я надеюсь, получится вкусно. Не знаю. Мне нужно сейчас уже выйти, набрать воды. Мы воду же берем, покупаем в бутлях. Наберу воды и уже потом сделаю кушать. Приготовлю есть. И буду потом снимать еще видео. Мне нужно сделать заставку. Сняла я вам про себя, про свои проблемы со сном. Завтра должно выйти. И не могу никак заставку сделать нормальную. Скорее всего, так как я не могу найти фотографию, то, что мне нужна, ну, картинка. Буду фотографировать саму себя. Так, я же вернулась. Сейчас буду чистить эти креветки. Они такие мелкие. Ну, чисто для вкуса. И горошек нужно достать, чтобы разморозился. Для начала нам нужно разогреть сковородку с маслом немножко. И поджарить. Сначала немножко поджарить булгур. Потом залить водой. И чтобы он, ну, сварился. Булгур у меня вот такой вот. Это инновационная пержовка. Оказывается, да. Вот его буду сейчас готовить. Так, булгур у меня вот здесь сварился. Я пересыпала вок. Сейчас, почему, кстати, девочки спрашивают. Зачем булгур нужно поджаривать сначала? Чуть-чуть оливкового масла и поджарить. Просто так вкус открывается. Именно ореховый очень вкусный. Попробуйте просто сварить и поджарить. А потом удалить воду, если это в воке, допустим, очень удобно. И уже потом доварить. Очень вообще большая разница, как по мне. Но я ощущаю. Итак, сковородку я уже подогрела. Сейчас, смотрите, бросаю чесночок в масло. Не знаю вообще, что получится. Чтобы он не сгорел. Бросаю креветки. Итак, я оставила сковородку. Сейчас забрасываю горошек. Пусть горошек нагреется. Он, кстати, мягкий. Горошенко плохая попалась. Он мягкий, он не жесткий, так что он быстро приготовится. Ну, а потом я заброшу томаты, помидоры. Вот, я уже нарезала кубиком. Вот таким вот. И эту всю кашу-малашу, как булгур. Ну что, я приготовила. Очень аппетитно выглядит. И, кстати, говорят, что булгур именно с помидором очень вкусный. Сейчас попробую. Креветки где-то там есть. В следующий раз нужно будет брать побольше, найти. Вот, королевские не совсем большие. Средние какие-то. И хочу такой же с мидиями сделать. Помните, я делала как-то пасту с мидиями? Это было очень вкусно. Сейчас попробую. Скажу вам, стоит делать или нет. Очень вкусно. Я вообще горох обожаю. И посолила нормально. Думала, не досолила, как обычно. Я обычно не досаливаю. Ну, все. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мне очень нравится. Чувствуется вкус креветки. Чувствуется вкус горошка. Помидор дает такую кислинку немножко. Ну, и сам булгур. Я вообще перловку люблю. И булгур тоже. Он очень похож на перловку. Я все-таки считаю, что она и есть просто шлифованная. Все, ребят, всем приятного. Юрке показываю, какую я заставку сделала. Слушайте, загадал. Хожу разгадку. Его разгадываю. Загадку разгадываю. Боже, разгадку. Капец. Загадал, не могу понять, что. Хочешь что купить? Недорогое. Размерами я уже определилась, что такое маленькое. Вот. И не могу указать, что. Последняя буква А. Как вы думаете? Что это? Бум-бум-бум-бум. Жесть, блин. Теперь мы сейчас идем в магазин. Нужно продуктов немножко купить. Ева не мяукой. И это. Хотим фильм какой-то посмотреть. Я рассказывала в инстаграме сегодня. Сериал начала смотреть. Ну как, одну серию, две, уже три посмотрела. Пока готовила, пока красилась. И вчера перед сном. Террор называется. Террор. Это имя корабля. Очень интересный. Посмотрите. Там 1800, по-моему, 90-й год, если не ошибаюсь. Но очень интересный и такой волнительный. Пока что там есть один сезон. Один сезон и второй сезон вышел только вот в этом году. Одна серия. То есть он, можно сказать, свежий. Мы вышли в магазин Юра Один Шорт. Который я ему купила. Вообще классный. Хотел взять все эти оранжевые, одеть те, что в пальмы. Говорю, холодно на улице. В этих теплее. В этих теплее, да. И кроссовочки. Удобные, кстати, Юра. Мне не показывала во влогах. Купили 700 гривен. Такие, просто ткань. Ему очень нравится в последнее время такая моделька. Мы уже вернулись. Я опять надела свою пижамку. Задолбала я ее, наверное, не знаю. Вот зачем мы шли. За виноградом. Очень хотелось. Виноградик такой вкусненький. Кыш-мыш. Да вот он обошелся на гривен 12, по-моему, целая тарелка. Помыла сейчас буду наточить. Девочки, у меня новый блокнотик. Вот такой вот новый блокнот. В Дубну покупала. Мне он очень нравится. Прям вообще детский сад. Заживаю здесь. Значит, начала уже писать полностью систему выхода видео на основном канале. А здесь темы для видео у меня. Здесь, короче, куча тем. Также у меня уже расписано, на какой день какое видео выйдет. Пока что я еще не доснимала. Мне нужно собирать довольно так немало видео. Три видео в неделю. Думаю, будет нормально. Хочу вас попросить, если вы до этого момента влог досмотрите, напишите в комментариях, какую тему еще раскрыть, поднять, о чем рассказать. Вот. У меня сейчас я вам прочитаю несколько тем, которые на будущее. Сыворотки для лица. Аптечные средства для лица. Мой вечерний уход. 12 крутых лайфхаков, которые облегчат жизнь. 10 правил идеального брака. Покупки с Алиэкспресс. Мои старые фотографии. Реакция на видео из ТикТока. Я уже загрузила себе несколько видео. Косметика Апью. Корецкая. 5 масок для роста волос. Что я буду носить осенью. Вечерний уход. Любимые средства. Топ-5 бюджетных средств по уходу за волосами. Вот. Также средства из аптеки от прыщей. И пилинг кожи головы. Пока что такие вот темы. Что бы вы хотели еще добавить, пишите. Возьму во внимание, запишу. И буду снимать такой свет странный от монитора. Какая-то, не знаю, сиреневая что ли. Но еще хочу как отдельное видео снять про эту маску. Это не обзор совершенно. Ну, в плане это обзор. Но это не реклама, потому что я ее купила за свои деньги. 75 гривен. Это Миша. Просто мне упаковка понравилась. Здесь три в одном. Вот. Пилинг. Гель пилинг. Эссенция. И сыворотка. И сама маска. Вот. Интересно ее попробовать. Мне кажется, вам тоже будет интересно послушать. Мои впечатления по поводу этой маски. Ладно, ребят. Влог одного дня. У меня такой получился. Буду сейчас монтировать. И сразу загружу на канал. Всем хорошего вечера. Кто вечером смотрит. Кто утром посмотрит. Всем хорошего дня. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok